Здравствуйте, друзья! Это стартап от ADOIA, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайте Adrosales.ru, и наш спикер сегодня Дмитрий Потапенко, известный российский предприниматель, основатель, управляющий партнер компании Management Development Group, хирург российского сетевого бизнеса, ментор стартапов Дмитрий, приветствую вас! Добрый день! Говорим сегодня про бизнес-процессы в стартапе. Можно ли двумя-тремя емкими фразами, Дмитрий, характеризовать, как же должны выглядеть бизнес-процессы в стартапе с точки зрения хирурга? Ну, начнем с базового. Конечно, с стартап. В стартапе, конечно, прописанные бизнес-процессы – это, конечно, редкость, и, скорее всего, это невозможно, потому что стартап, в моем понимании, это вещь, которая делается на задоре, на каком-то посыле идеи, но, в первую очередь, на опыте и знании клиентов. И говорить о точном прописании бизнес-процессов – это иллюзорно. Хотя в черне некие бизнес-процессы должны быть прописаны, ну, по крайней мере, должны быть прописаны роли участников в компании и цели, которые вы хотите достичь в первой итерации. Потому что я сразу могу сказать, что в бизнес-процессах итераций должно быть за 18 месяцев, ну, по крайней мере, 3-4. То есть первая итерация – это нулевой этап, вторая итерация – это трехмесячные, третий этап – это 6-8 месяцев, третья итерация, ну, как правило, это 9-11 месяцев, и следующая итерация – это там 13-14, ну, и последняя итерация – 18 месяцев. Причем, ну, сразу могу сказать, какие-то итерации могут быть пропущены, но в целом хотя бы наброски бизнес-процессов должны были существовать именно для того, чтобы впоследствии не прийти туда, куда вы не хотели бы идти. Потому что, ну, есть у меня такой вопрос, я его называю «Округлим до 10». Если посмотреть мое большое количество видео, которые я в разных аудиториях там провожу встречи, то я всегда задаю вопрос «Поднимите руку, у кого есть план продаж в товарных единицах на этот же день через год». Ну, я уж не говорю, там, через 18 месяцев и так далее. И в зале поднимается, вне зависимости от того, в зал от 100 человек до, там, 5000, которые там у меня, я перед которыми выступал, поднимается от силы, ну, 10 рук. Причем, как вы видите, 10 – это даже не в процентах, а в единицах. Увы, как-то так. В чем разница между построением процессов и настройкой бизнес-процессов? Корень «строить» один и тот же в словах. Ну, узнается, что это… Это принципиальная история, к сожалению. Значит, построение… Вот настройка – это такая тонкая вещь. Если сравнить с ножом, то нож мы, грубо говоря, то есть, вот если мы берем лезвие ножа, то в одном случае мы нож создаем, да, то есть, мы его собираем и делаем различные части его. Вот это построение ножа. И совершенно другая история, когда мы его начинаем править, то есть, мы берем какой-то тонкий камень и, соответственно, этим тонким камнем начинаем выводить лезвие ножа, ну, и, может быть, условно говоря, подстраиваем шестереночки, которые здесь уже там чуть больше выдвигают нож, чуть меньше выдвигают. Вот строить и подстраивать – это вот принципиальная вещь. Подстраивать – это уже механизм, который более-менее работает или работает хотя бы в черне. Строить – это именно создавать модель, причем модель может создаваться не один раз, она может создаваться несколько раз и видоизменяться, опять-таки, может быть, ручка быть другая, другие шестеренки, там, другой нож, а уже подстраиваться – это уже подстраивает, да, ну, тонкая такая настройка. Вот такой пример. Как правильно распределяются роли в команде статапа? Касаемо ролей в команде. Ну, здесь это, конечно, договоренность тех людей, которые вступают в эту тяжелую, как говорится, область. Значит, первое для себя надо понять, что в предпринимательстве существует минимум три роли. Первая роль – это управление, вторая роль – это владение, третья роль – это инвестирование. Причем инвестирование и владение – роли разные, несмотря на то, что очень часто они пересекаются и ими путаются, сразу могу сказать. Но каждый из людей, который принял на себя ту или иную роль, не вмешивается в роль другую. В противном случае возникают очень серьезные проблемы именно по системе управления. Значит, помимо этого, конечно, внутри любого предприятия, как я говорю, существует минимум 11 внутренних предприятий. Это там обычно, ну, там, я сейчас не все по памяти могу воспроизвести, но это обычно производство, управление, обучение, там, логистика транспортная, складская, комплектовочная. Это безопасность, это, там, создание стандартов, ну и далее везде. И вот это все, это опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, это к вопросу прописания бизнес-процессов. То есть эти бизнес-процессы должны быть сегрегированы друг относительно друга, и управление ими должно быть взято, там, конкретным человеком на себя. И причем подчеркиваю, что в другие процессы эти люди не должны лезть, и вот более того, они должны определить ту роль, которую он принимает на себя. То есть он силен в финансах, или он силен в операционном управлении, он силен в, там, не знаю, подборе кадров. То есть все точно так же, как в обычной структуре, в которой есть директор по персоналу, директор по финансам и далее по списку. В противном случае, если будет пересечение ролей, то в конечном итоге это приведет к развалу компаний. Каждый из них, безусловно, там, на каком-то внутреннем совете директоров может держать свой совещательный голос, но всегда говорю, выжгите где-нибудь себе на пятой точке или прям повесьте у себя там в кабинете, что абсолютная демократия на момент принятия решения и жесточайший тоталитаризм на момент исполнения. В противном случае все развалится. А какие преграды натыкаются предприниматели-новички при выстраивании бизнес-процессов обычным? Отсутствие методологии и, ну, самое основное, на мой взгляд, отсутствие самодисциплины, потому что большая часть предпринимателей наших это раздолбаи, потому что они заставить себя что-то делать последовательно и систематично не могут. Они почему-то считают себя творцами и считают, что у них есть некая свобода. Я большую часть предпринимателей почему-то искренне считают, это не зависит от того, стартапы они или уже сложившиеся предприниматели, они считают, что они могут уволить, например, что они работают не на дядю. Вот это вот яркий такой пример. Я когда это слышу, у меня начинает, ну, то есть у меня лезть в широкая гагаринская улыбка, это во-первых, в строках. А во-вторых, в строках я хочу сказать, я всегда говорю, сынок, а тебе не кажется, что если бы ты работал на дядю, ты бы жил куда более свободно? Потому что сейчас ты работаешь на клиента, а клиент более жестокий человек, чем тот дядя. Потому что на дядю ты работаешь с 9 до 6, и после этого имеешь какой-то отпуск. А на клиента ты работаешь круглосуточно, без выходных, праздников и всего остального. В общем, более того, ты зарабатываешь, если говорить о заработке, существенно меньше, чем мог бы заработать, если бы ты работал на того самого дядю. Поэтому такой степени свободы ее нет, и никогда не было и не будет ни при каких обстоятельствах. Ну, где-то так. Логичное системно-инженерное мышление предпринимателя с точки зрения построения бизнес-процессов – это союзник в этом процессе, или оно никак не помогает, не мешает? Ах, Евгений, вы прямо бьете в неприятную точку, потому что я-то как раз инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной системы. То есть, если себя не похвалить, ходишь потом целый день как обосранный в данном случае. Ну, как я считаю, что вообще инженерное образование, оно как раз задача не в том, чтобы приобрести какие-то, может быть, навыки, ну, вернее, какое-то знание. А в первую очередь то, что давало, ну, я заканчивал еще там советскую школу, оно давало навык о получении информации, ее анализ и делании выводов. И вот это вот кольцевание мы, ну, на мой взгляд, многие приобрели. Я не могу сказать, что все мои однокурсники или все там выходцы из инженерных вузов, они таковы там, и точно они будут предпринимателями, но с точки зрения школы, инженерное образование, на мой взгляд, существенно более четко стандартизирует мозг, чем, ну, какой-нибудь, не знаю, там, филологический. Хотя с точки зрения того, что я вот видел и филологов, которые относятся к языку, как инженеры. Хотя их, конечно, существенно меньше, чем инженеров, относящихся к бизнесу, как филологи. У фаундера мужчины и у фаундера женщины, а кого больше шансов выстроить процессы правильно? Ну, это очень сильно зависит от каких-то, от сферы бизнеса, потому что там, где требуется, наверное, какая-то эмпатия, человеческое отношение, то, конечно, больше шансов у женщины. Там, где требуется, наверное, более строгая культура, то, наверное, шансов больше у мужчин, хотя вот это все достаточно условно, и я бы не разделял бизнес на женский и мужской, хотя в целом могу, не могу не признать, что анализируя тот же список Forbes, ну, я не могу сказать, что женщины там сильно счастливы в какой-то иной ипостаси, кроме бизнеса. Вообще бы у бизнеса, конечно, особенно в России, сильно не женское лицо, потому что это такая, на мой взгляд, хождение постоянное в разведку и постоянное вытаскивание кишков на своих погибших товарищей, оно, в общем, не сильно хорошо влияет на психику. Для мужчин это немножко попроще, а женщин, ну, я с ними взаимодействую, многие с некоторыми из них работаю, но, честно говоря, зачастую больше сочувствую и очень хочется, чтобы они имели возможность существенно больше посвящать, наверное, своей такой первородной функции, этой семье и какому-то базису. Если фаундер чувствует, что у него проблемки с системным мышлением, признает это, нужно ли ему искать компаньона с инженерным мышлением или он может обойтись с привлечением, допустим, моего нового сотрудника, менеджера в команду стартапа с таким же мышлением? Ну, непростой вопрос по причине того, что, ну, грубо говоря, ко мне понятно, что я во многих советах директоров нахожусь в роли независимого члена совета директоров. Другое дело, что, например, среди моих партнеров практически нет стартаперов, потому что, ну, грубо говоря, что они мне могут отдать? Пустышечную печать? Ну, то есть они мне должны тогда отдать не просто весь свой бизнес, но еще все, что у них они накопили за предыдущее время, ну, просто причине того, что мне-то они зачем? Ну, то есть они должны ответить на вопрос, мне они зачем? Просто развлекаться с ними – это без того. Поэтому касаемо у стартаперов, конечно, у них очень ограниченные возможности, поэтому то, что там есть какие-то площадки, в том числе и ваши, они, на мой взгляд, должны, конечно, очень сильно самообразовываться и использовать, ну, например, такие, там, ваши инструменты или инструменты, ну, я менторство не употребляю это слово, потому что менторство, опять-таки, извращено в России, но использовать в том числе и стартап-шоу или какие-то внешние конференции, я бы сказал бы больше внешние конференции, профессиональные, использовать именно для получения регулярных ответов на свои животрепещущие вопросы. Другое дело, что, что меня тревожит в профессиональных конференциях, к сожалению, в режиме такого вопрос-ответ мои коллеги крайне редко работают. Ну, вот, и поскольку мы с вами уж, мы не можем этого скрывать, что мы с вами работали до этого, и если вы вспомните, то у меня, несмотря на то, что у нас была некая формально заявленная лекция, то никакой лекции у нас с вами, по сути дела, не было. То есть я не помню, чтобы мы ушли, по-моему, дальше, там, третьего или четвертого слайда, так называемая моя презентация, а, там, 90% времени, даже более того, перебрав все то время, которое, там, нас, по-моему, уже только, там, тряпками не выгнали, потому что закрывали помещение. Ну, вы можете опровергнуть, сейчас прямой эфир, в общем, легко. Вот, я-то занимался тем, что отвечал на вопросы, которые не были со мной никак никоим образом согласованы. И в моем понимании, что если ты профи, и ты понимаешь в своем бизнесе и в экономике, ты можешь отвечать на вопросы с листа, да. Ну, кроме за исключение, конечно, каких-то тонких моментов, потому что, безусловно, я, моя черепная коробка не обладает, там, полными выкладками, там, по макроэкономическим и микроэкономическим параметрам. Я могу говорить только о тенденциях, а если, там, человек, например, ко мне подходит и говорит, что мне нужна более детальная какая-то информация, и мы готовы работать с вами дальше, то, конечно, я говорю, что, извините, но это длительная работа, и тогда уже мы переходим на более тонкий момент, вот как раз мы с вами обсуждали чуть-чуть раньше нож, мы переходим в подстройку, и уже тогда мы садимся с ним и долго обсуждаем уже не просто тренд, а уже как мы будем эти цифры выводить в долгую стратегию. Как-то так. Какие типичные ошибки совершают стартапы при построении бизнес-процессов? Ой, типичные ошибки, на мой взгляд, опять-таки, они лежат в области больше психологии, чем какой-то иной вынок в каких-то плоскостях, потому что обычно это ленность и нежелание, в общем-то, разрешать конфликты, потому что, когда я говорю про построение бизнес-процессов, то не надо прописывать, например, бизнес-процессы или, например, систему мотивации для продажников. Я всегда говорю, если хотите что-то прописать, пожалуйста, пропишите для логистов, пропишите для, не знаю, службы безопасности, потому что все обычно, знаете, начинают решать, есть сладкие конфеты вместо того, чтобы три часа побегать в зале или там в поле, и поэтому все хотят вот сладостей нажраться, вот, собственно говоря, прописать там, как им кажется, мотивацию, а это бизнес-процесс, мотивация в коммерческой структуре, и на этом все остановиться. Поэтому вот эта вот ленность, на мой взгляд, она была больше всего. Ну, второе, это, конечно, отсутствие системного какого-то мышления, потому что, когда люди формируют там идеи, но это относится не только к стартапам, но и вообще к предпринимателям, они зачастую боятся себе признаться, что если они пропишут достаточно детально какие-то вещи, то у них вся модель разрушится. Я приведу такой очень забавный пример, как мне кажется, но он очень характерный. Я приведу два фильма. Казалось бы, это вещи не имеющие отношения к бизнесу, хотя это прямейший бизнес. Это фильм, сейчас вышел, «Стражи галактики», который как бы с этого срисован. То, глядя, ну, то есть я никогда не считал Марвел и вообще компанию, которая это рисует, ну, каким-то очень серьезным, скажем, то есть имеющим, людей, имеющие серьезную подготовку с точки зрения какой-то вот там проработки, персонажей и всего остального. Честно говоря, посмотрев наших защитников, с учетом того, что наши компьютерные там товарищи научились что-то прорисовывать, я понял, что Марвел гений, что это вообще очень серьезнейшая работа, а не просто жвачка для мозга, потому что я хочу обратить внимание наших как раз стартаперов и бизнесменов, потому что именно там бизнес как раз и прям показан, что насколько прописаны детально поведение персонажа. То есть если наши персонажи это какое-то грубое, неотесанное полено, которое, в общем, не очень понятно, откуда возникающий диалог и куда входящий, то диалоги и переживания героев того же Людей Икс, они настолько детальны, что каждый может выбрать архетип, которому люди из аудитории могут присоединиться. Вот точно такая же ситуация абсолютно и при прописании бизнес-процессов. Зачастую наши стартаперы и предприниматели боятся детально прописать, потому что если они сделают не защитников, а Марвел, то кажется, что им нужно будет полностью перелопатить полностью свою бизнес-модель, и она может оказаться не соответствовать их, как им кажется, гениальной идее в самом начале. Поэтому отсутствие упорства и боязнь детального прописания, на мой взгляд, это два греха, которыми они грешат. Нет ли еще психологической причины в избегании прописывания процессов ровно той, что любая регламентация и упорядочивание, особенно добровольное, для нашего русского сознания это такая смертная скука, которая способна убить весь драйв, кайф и яркие впечатления от стартапа строения. Собственно, поэтому и избегание постройки. Ну, вообще, в целом, я вот очень слежу за многими публичными историями, которые ведутся в интернете, и я с некоторыми из наших публичных предпринимателей, которые некоторые считают почему-то успешным, я им произношу одну такую фразу, они заложники хороших новостей. Дело в том, что я могу сразу ответить всем, и стартаперам, и не стартаперам не бывает красивых публичных бизнесов. В любом случае должны быть негативные отзывы. Компанию определяет как раз не ее так называемую публичную успешность, как раз как только идет постоянная публичная успешность, вы должны не просто насторожиться, а вы должны понимать, что это либо пирамида, либо там ловушка. Как раз нужно смотреть по проблемам, которые существуют в реальном бизнесе. А то, о чем вы сказали, да, вообще, в целом, к сожалению, это такая российская наша проблематика, что с 905-го, 917-го года мы не хотим себя принимать полностью. Ну, вот яркий пример, это, в общем-то, сейчас празднующийся День Победы. Мы, к сожалению, вот те дискуссии, которые я не могу назвать даже дискуссией, потому что это огрызание, по сути дела, гражданская война, в прямом физическом смысле идущая на просторах виртуального пространства, поскольку ни одна стороны не могут принять Великую Отечественную войну в рамках Второй мировой войны, да, и, к сожалению, вот эта вот грызня и нежелание принять вообще всю историю с плюсами и минусами, и обязательно либо в белую краску, либо в черную мазать, ну, вот это вот самая основная наша проблема. Поэтому это вот, я могу сразу сказать, что Россия вообще страна как страна застряла в возрасте пяти-шести лет, и мы обречены бегать по этим граблям до тех пор, пока мы не перейдем из возраста детсадовского ребенка, которого папа-мама любит, мы не перейдем хотя бы в первый-второй класс, когда мы поймем, что там за косичку, если тебя дернули, то бежать к папе-маме бестолку, тебе придется как-то самостоятельно принимать себя, и если ты сходил под себя в штаны, а там у многих детишек, как говорится, такое бывает, что они там в первом классе могут описаться, что это, в общем, ну, не плохо, не хорошо, и там уже с течением времени взрослые люди это воспринимают нормально, а ребенок должен как-то это не просто пережить, а с этим просто поменять штаны, то есть в этом ничего криминального, пожалуйста, иди меняй, но, к сожалению, мы застреваем, что нам обязательно нужна история успеха, вот, ярким примером является, что у нас большое количество так называемых тренингов, как я их называю, успешный успех про успех, и вот это обязательно, и там собирается такое количество людей, что, мам, не горю, если вы вспомните ту же самую лекцию, которую мы с вами совместно делали, какое количество людей смогли мы собрать, и представьте, что приедет, ну, у нас есть многие так называемые тренера, я их можно назвать, я их не знаю, как назвать, потому что эти люди без опыта, без какой-то истории, без образования, это какой-то трэш, который чем-то там накачивает людей, типа, давайте помолимся, а теперь мы пописаемся, но, тем не менее, эти люди собирают стадионы там по пять тысяч, так что вот яркий вам пример. Мы не готовы себя принять, да. Должны ли бизнес-процессы настраиваться самими фаундерами, или можно и даже нужно привлекать внешнего эксперта, который поможет это сделать, и найдет порядок, по крайней мере, один раз в начале? Ну, вообще, вот это как раз про тот нож, который нужно подтачивать всегда. я был бы рад, если бы у фаундеров были бы деньги на некого внешнего эксперта, но боюсь, что внешний эксперт просто им зачастую не по карману, причина очень достаточно простая, ну, то есть, у меня всегда сомнения, ну, я так себя экстраполирую для себя, вот, если бы меня приглашал бы некий стартап, ну, я бы задал ему вопрос, ребята, откуда у вас, хватит ли у вас денег, собственно говоря, вы, конечно, мальчики-то замечательные, но деньги-то у вас откуда, да, то есть, вы должны отдать свои почки, органы и там, 100% компаний, то есть, что вам-то останется, ну, просто по стоимости времени, и, ну, потенциально, может быть, им имело бы смысл найти там что-нибудь, чего-нибудь попроще, но мне кажется, что здесь должен быть такой сочетанная история, то есть, они должны привлекать экспертов, они должны привлекать, ну, редко, изредка привлекать, они должны обязательно пользоваться конференциями, профессиональными конференциями, не только стартаперами, ну, и, на мой взгляд, 90% успеха, это, конечно, их искреннее влияние на бизнес-процесс, то есть, их выстраивание самостоятельно, то есть, это сочетанная обязательная история. Документирование бизнес-процессов, на каком этапе стартап-остроения, оно уже становится необходимым? В самом начале, потому что любые договоренности должны документироваться сразу, иначе они просто сразу начинаются нарушаться, поэтому, ну, грубо говоря, даже подписание того, как вы распределяете свои доли, как кто за что отвечает, это должно быть документироваться, это не обязательно, там, это какие-то там официальные документы или в уставе, потому что, вот я сплошь и рядом, вижу, что распределение долей там, или распределение в прибыли почему-то начинает зашивать в уставе ООО. То есть, здесь нет никакого, это абсолютно бессмысленная абсолютно логика, потому что, ну, давайте так, с точки зрения налогового учета, значит, задача, чтобы прибыль была минимальна, более того, на первоначальном этапе прибыли не может быть, там, ближайшие 3-4 года, потому что вы должны вернуть себе инвестиции, да, соответственно, зашивать это в уставе некого ООО, что там, Васе принадлежит там 30%, Пете 40%, а Коля еще там 30%, это бестолку. И более того, напомню, что в соответствии с российским законодательством, если вам принадлежит в компании меньше 51% акций в ООО, то вы, в общем-то, чайник, то есть я могу каждому отписать там 49% в своих ОООшках и при этом через ровно 5 минут размыть этот процент до нуля, фактически, да, и ничего с этим технологически сделать нельзя, просто по причине того, что закон. Вот и все. Так что прописывать надо. Какие три главные рекомендации относительно бизнес-процесса в стартапе вы дадите будущим и нынешним основателям? Ну, первая рекомендация, первая, выберите самую простую методологию, я рекомендую не усложнять это и взять учебник основ информатики и учислительной техники в 8 класс раздела алгоритма, где входящая стрелочка, исходящая стрелочка, это самый примитивный, я не побоюсь этого слова, методология. Более того, она легко зашивается, рисуется в табличке Excel и легко воспроизводится. Второе, ну, вам каждый, на мой взгляд, три месяца нужно проводить аудит тех бизнес-процессов, которые вы прописали, как таковы, ну, и самое, такое, наверное, третье, что все цели и задачи в бизнес-процессе и сами бизнес-процессы должны описываться семью словами, заканчивающейся точкой или вопросительным знаком, потому что в бизнесе существуют только либо глаголы, либо существительные, прилагательных не должно существовать, как класс. Вот такие вот предельно понятные и конкретные рекомендации относительно бизнес-процесса в стартапе от Дмитрия Потапенко в программе Стартапу Тадо Я онлайн-руководств по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной сетью для стартапов и инвесторов InMind. Евгений Романенко и Дмитрий Потапенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от АДО Я этого уникального всех отношениях онлайн-руководства для стартапа-строителей и аналогов, которым вы в Рунете не найдете. Правильного вам прописания бизнес-процессов остается пожелать. Спасибо, всем пока.